Бизнес, инвестиции, бюджет, прибыль. Программа «Экономика». В студии Мария Кожевникова. Здравствуйте. 28 сентября суд рассмотрит кассационную жалобу по делу Владимира Быкова. Подал ее адвокат бывшего главы города Александр Фоминых. На днях 6-й кассационный суд общей юрисдикции вынес определение по итогам изучения жалобы. Заседание по ее рассмотрению назначено на 28 сентября. Напомню, в мае суд апелляционной инстанции пересмотрел уголовное дело в отношении бывшего главы города Владимира Быкова и приговорил его к 8,5 годам колонии строгого режима за взятку, а также за мошенничество с земельным участком в парке Победы. В Кировской области поддержка семей с детьми за 5 лет увеличилась почти в 5 раз. А в данный момент поддержку получают родители 130 тысяч детей. Это 60% от общего числа детей в регионе. Ежегодно финансирование на поддержку семей с детьми увеличивается. Так, если 5 лет назад на помощь семьям из разных источников было направлено 3 миллиарда 900 миллионов, то в 2023 году предусмотрено почти 17,5 миллиардов, отмечают в Министерстве социального развития. И добавляют, что поддержка направлена не только на повышение рождаемости, но и на улучшение жилищных вопросов, благосостояние семей, то есть на повышение уровня жизни. В эфире «Экономика». А сейчас информация от наших партнеров. Выбор всегда сложное решение. Даже зная плюсы и минусы, выбрать между ИП и самозанятостью бывает затруднительно. Руководитель компании «Бухгалтерия» Татьяна Максимчук на цифрах показывает разницу. Ставки налога на профессиональный доход. 4% с физическими лицами и 6% с юридическими. Если вы работаете только с физическими лицами, 65 тысяч в месяц ваш доход составляет, ваша общая налоговая нагрузка составит 31 200 рублей. Индивидуальный предприниматель, ставка 6%, ну, допустим, у вас 60 тысяч, ваша общая налоговая нагрузка 50 тысяч, то есть даже сумма доходов меньше, а сумма взносов у вас будет намного больше. При работе только с юрлицами налоговые ставки одинаковые, и руководствоваться при выборе придется другими факторами, например, важностью стажа или нежеланием составлять декларации. Где выгоды и подводные камни в вашей ситуации, расскажут в компании «Бухгалтерия». 213 112, телефон для записи на консультацию. Мария Кожевникова, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика».